Рассказывай тактику. Да, расскажи. Так, ну короче, в игре есть такая хуйня, там приключение называется. Там можно все способности прочитать. Там, кому интересно, можно еще текст прочитать. Короче, у Лича три фазы. Между ними переходные фазы есть. Они по минуте длятся. Фаза первая. Король Лич замораживает Тириана и начинает бой с чемпионами Азерота. То бишь с нами. Данная фаза продлится до падения здоровья короля Лича до отметки в 70%. После чего начнется переходная фаза. Всем, когда Лич спускается, нужно выбрать Лича и нажать запомнить цель, чтобы отслеживать количество ХФ у Босса, чтобы вовремя находиться на краю, чтобы забежать на край и не сдохнуть в зиме. На первой фазе у Лича есть всего четыре способности. Первое, это призыв вурдалаков. Он вызывает трех вурдалаков-приспешников за три секунды. Вурдалаки бьют слабо. Их танчат кливом, убивают милики или убиваются чумой заражения. Наносит восемь тысяч восемьсот пятьдесят четыре единицы урона темной магии. Игрокам в радиусе пятидесяти тысяч метров от цели. Затем дополнительный нарастающий урон от темной магии раз в секунду. Эффект рассеивается, если уровень здоровья цели становится выше девяносто процентов. То есть это касается ДЦ. Если щитки на всех висят, то просто сразу исчезает этот эффект. Мертвящая чума здесь самая важная для первой фазы. Заражает противника, нанося шестьдесят тысяч урона от темной магии раз в пять секунд. В течение пятнадцати секунд. То бишь, когда она вешается, до первого тика есть всего пять секунд. За эти пять секунд, точнее секунды за три-четыре, нужно вынести, то есть этому человеку с мертвящей чумой. Нужно увидеть, что на нем дебаф. Там где премиум, вип, орда, альянс, холод, трон. Вот эти дебафы на карте. Нужно увидеть, что на вас это зеленая мертвящая чума. И повернуться и побежать к тому месту, где стоит офф-танк с вурдалаками и шаркающими ужасами. Там с вас назначенный человек диспелит эту чуму. Диспелить нужно, даже если человек не вынес эту чуму. Потому что первый тик убьет любого, кроме танка. Ну и танка, наверное, тоже убьет. При диспеле чума игрока теряет один стак. При убийстве игрока или моба чума увеличивается на один стак. Чем больше стаков на чумете, больше за тик она бьет. Это используется для того, чтобы убивать шаркающих ужасов. Которых не бьют, а забьют, переводят лича только. Потом про танка еще расскажу, кто танчит трэш. С диспелили, то есть чума перекинулась на трэш. И все, побежали обратно в рейд, дальше бить босса. Четвертая способность это призыв шаркающего ужаса. Это большой моб, такой скелет. У него одна способность, только ударная волна. Он бьет перед собой ударной волной, как портовар. Поэтому его нужно держать лицом от рейда. И просто танчить, набирать огромное. Ну там механика есть еще и иступление. У него на три секунды он себя вешает и сильно бить начинает. Но это уже более углубленно для 25 герой. Для десятки герой можно разбирать. Пока что не будет. Так, вот эти четыре способности разобрали. Теперь по... Дай ассистем обойду. Да, да, вот он еще. Ага. Теперь по положению танков, положению лича. Значит лич стоит здесь. РДД с хилами стоят вот здесь. Протопал стоит вот здесь. Треугольники. Ну, примерно. Сейчас еще немножко. Вот. Значит, лича можно держать, в принципе, в любую сторону лицом. Но нужно знать, что когда он призывает шаркающего ужаса, то он появляется перед ним, там, 10 на 15 метров перед лицом лича. То есть, если ты лицо лича развернешь в треугольник, то он примерно вот здесь будет вылазить в этом кружке. Шаркающий ужас. И будет протопалу легче вызывать. Когда шаркающий ужас вылазит, он секунду или две не воспринимает, ну, не таунт и ничего, ему пофиг как бы. И не нужно нажимать на него таунт сразу, когда он вылез. Нужно кинуть на него какую-то тарелку, какую-то джагу, какую-нибудь парашу любую, но не таунт. И как только он начнет двигаться, бежать в любую сторону, либо на танк, либо куда-то, если ты видишь, что он побежал на ДД или на этого танка, то только тогда можешь нажимать таунт. Вот это касаемо протопала. Ну и дальше просто танчить его. В принципе, там увидишь тебя, когда будет пробивать, когда он на себя иступление повешает, ты увидишь, поскольку он будет бить, там по 20 тысяч, может по 30, не знаю. Если хочешь, можешь дать в него стан, где в небес, или точечный стан. Так, ну и все. А, и протопал, значит, танковать. Треш можно двумя способами. Рассмотрим только один. Первый способ – это собирать весь треш маленьких вордалаков, таунт постоянно. Либо придерживаться правила один шаркающий и один маленький моб. Играть будем по тактике один шаркающий и один маленький моб. Это соевовая тактика, которая не приведет к вайпу. И шаркающий будет умирать у тебя в приоритете быстрее всего. Если ты видишь, что у маленького моба мало хп, и он уже скоро сдохнет, а он вздыхает от одного-двух тиков чумы, то можешь таунтить смело еще этого маленького. Ну, приоритет для тебя – это забрать шарку еще. Так. Танк. Ну, я знаю, что делать. Здесь просто стою, держу, танчую и все. Вы здесь, РДД, стоите, милики стоите вот здесь. Постоянно ждете, когда на вас повешивается чума. То есть, вы находитесь в готовности. Сейчас на себя напишу. Вы находитесь в постоянной готовности. Вот так вот бьете, бьете и ждете. Если вдруг на вас увидели чума, вот где вот это премиум, сразу вот так вот прыжок сюда, в спину шаркающего. С вас здесь пылили, вы увидели, что здесь пылили, и прыгаете обратно и бьете дальше реча вот здесь. Дальше. Сейчас вторая фаза, переходка сначала. Так, когда 70% улича наступает, начинается переходная фаза. Она длится минуту. Вот здесь вот есть такая трещина большая. По этой трещине определяется граница этой зимы. Вот здесь, если стоять, здесь будет дамаг получать. Если вот здесь стоять, здесь дамаг не будет получать от зимы. Зима убивает быстро. Поэтому нужно встать вот сюда, всему рейду немножко рассредоточиться. Я буду в одну или в эту, или в ту сторону держать гневных духов, которые вылупляются из игроков в три штуки на первой переходной фазе. И танчить их, вы будете их бить. Из центра Лищ будет кастовать в нас черные такие штуки. Эти молнии черные, короче. Их просто захиливать надо периодический урон, либо небольшой. И будет вызывать шарики. Ледяные шарики будут выбирать случайного игрока и соединяться с ним лучом. Этот шарик будет наносить игроку и всем, кто вокруг него стоит в радиусе 8 метров или 10, будет наносить урон ото льда. Поэтому, чтобы получать меньше урона, человеку с этим лучом можно отбежать от других людей. И другим людям тоже от него можно отбежать. Но если стоять всем вместе, то просто можно оверхилить, если хилы хорошие. Эти шарики должен убивать один или несколько назначенных РДД. Ну, в нашем случае РНЖ сколько? Ну, Лок, Сова может. Да, в принципе, все РДД. Вот Лок, Сова, Мак. Там у шариков по 10 тысяч хп примерно. Пару тысяч у них кинуть, и они сдохнут. Но самое главное, чтобы шарик, вот он летит отсюда с центра. И если вы его не будете бить, и он долетит до вас, или вы окажетесь рядом с ним на 8 метров, он просто откинет вас, выкинет с этой платформы, и вы умрете. Вот, то есть их нужно убивать обязательно. На первой переходке их по одному спамят, а на второй переходке будет по два призывать. То есть в два раза больше их будет. Дальше. Переходка через минуту заканчивается. Рейд заходит вот сюда, потому что платформа будет обрушаться. Заходит за вот эту вот грань и бежит к лечу. Танк ставит леча в центр. Вот где стоит квадратик. Ставит леча вот сюда. Весь рейд встает за спину леча, чтобы когда Валька схватила человека, он летел в сторону, направленную танком. То есть, как работает Валька? Она хватает человека. Если я вот стою, скажем, вот здесь, где я звездочкой стою, то я полечу ровно в сторону кружка. Если я стою от центра вот здесь, и меня схватила Валька, то я полечу в сторону вот сюда. Они работают по кратчайшему пути до края Вальки. Несут человека и скидывают. Несут они очень долго, скорость полета очень медленная у Вальки. Разбить ее можно десять раз, пока она летит. Этим особо не вплачивается. Главное, надо будет захиливать заражение, которое как и на первой фазе будет. И сейчас открываем способности леча на второй фазе. Переходку я рассказал. Так. Зима, боль, страдание, сотрясение, дух. А, ну, дух. Ладно, духа убить. Так, вторая фаза. Значит, заражение уже было. У нас добавляется... У нас добавляется...